Добрый день! В эфире Ильявонг ТВ. У нас на связи ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Юрьевич Силаев. Армения выйдет из союза с Россией и, вероятно, через некоторое время будет создавать, ну, при хорошем для Армении раскладе, будет создавать какие-то союзнические или квазисоюзнические отношения с Турцией. Когда Армения говорит, что она хочет выйти из ДКБ, дело не в том, что она хочет выйти из ДКБ, а в том, что она не хочет быть в одном союзе с Белоруссией и Казахстаном. Дело в том, что она не хочет быть в одном союзе с Россией. Я думаю, что ни один рациональный мысль человек этого не поймет, почему контакты дополнительные ищутся, почему власти Армении ищут дополнительные контакты, дополнительных партнеров, ссорясь с партнером старым и, вообще-то говоря, испытанным. Я не вижу вариантов, при которых достигнутый уровень экономического взаимодействия Россия-Армения, достигнутый в рамках Евразийского экономического союза, будет сохранен в условиях, когда власти Армении ломают отношения с Россией в политической сфере. Добрый день, Николай Юрьевич, спасибо, что вышли с нами на связь. Добрый день, спасибо вам. Николай Юрьевич, хотелось бы сегодня обсудить ситуацию на Южном Кавказе, а также внешнюю политику Армении. В связи с этим возникает такой вопрос. Недавно президент Азербайджана Алиев заявил, что Азербайджан и Армения сейчас ближе к миру, чем когда-либо. В то же время Никол Пашинян недавно объявил, что в случае отказа от демаркации, делимитации границы, война может начаться к концу недели. Теперь, на ваш взгляд, мы сейчас ближе к миру или к войне? Я думаю, что оба заявления продиктованы внешнеполитическими интересами двух лидеров. Алиеву важно дать понять, что он уговорил Армению согласиться с какими-то условиями, с которыми она в прошлом не соглашалась. И поэтому он говорит о близости мира. К Пашиняну, насколько я могу судить, важно убедить своих избирателей в том, что уступки, которые Армения уже сделала и планирует делать Азербайджану, в интересах самой Армении. Из-за обоих заявлений невозможно сделать сколько-нибудь состоятельные выводы о том, что происходит на переговорах. Переговоры, как всегда, очень закрыты. Мы не знаем, что обсуждается и как обсуждается. Поэтому судить о переговорном процессе по этим заявлениям я бы не стал. Вот также Пашинян заявил о замораживании членства Армении в ОДКБ, обвинив и ОДКБ, и Россию в невыполнении своих союзнических обязательств. И выдвинул какие-то условия, при невыполнении которых будет вообще выход Армении из ОДКБ. Как вы считаете, какими будут последствия такого решения и насколько близка Армения к такому решению, выходу? Я думаю, что Армения близка. Я думаю, что руководство Армении именно этого и хочет. Другое дело, что руководство Армении хочет, во-первых, подготовить общественное мнение Армении к этому решению. А во-вторых, хочет возложить ответственность за это решение и его последствия на Россию. Что касается условий или какого-то якобы невыполнения России своих обязательств, пока не сказано на этот счет ничего конкретного стороны Армении. Я думаю, что если какие-то претензии есть, то их вполне нужно обсудить в рабочем порядке по тем каналам, которые есть российско-армянские двусторонние и по линии ОДКБ. Если это не сделано, то, видимо, дело не в том, что Россия что-то не выполняет, а дело в том, что власти Армении решили выйти из ОДКБ и разорвать союзнические отношения с Россией. А вот, на Ваш взгляд, какими будут последствия этого решения для Армении, в первую очередь? Ну, мне сложно об этом судить. Это нужно внимательно считать и внимательно изучать. Но какие есть рядом влиятельные страны, кроме России? Кроме России, самая влиятельная страна рядом – это Турция. И Армения выйдет из союза с Россией и, вероятно, через некоторое время будет создавать, ну, при хорошем для Армении раскладе, будет создавать какие-то союзнические или квазисоюзнические отношения с Турцией. Была мысль, что получится сбалансировать российское влияние западным – это иллюзия. Никакого западного влияния на Южном Кавказе не будет. По крайней мере, оно не будет расширяться. Если речь идет о таких вещах, как безопасность, как баланс сил, то Запад для этого просто слишком далеко и слишком занят Украиной. Возможно ли какие-то новые военные столкновения? Я думаю, что возможно, но и Азербайджан, и Турция могут пойти по разным путям. Азербайджан может исходить из того, что Армения, которая покинула ДКБ, это готовый клиент Турции. И Азербайджана. Поэтому какой смысл с ней теперь воевать? Она и так должна будет принять все требования, которые ей выдвигаются. Ну и точно так же будет рассуждать, я думаю, Турция. В плане российско-армянских отношений мы наблюдаем вывод российских пограничников из аэропорта Звардноц. Считаете ли вы возможным, что власти захотят денонсировать договор, по которому пограничники России стоят на границе Армении с Турцией и Ираном? Я этого не исключаю, потому что дело ведь идет к этому. И здесь российско-армянские контакты, российско-армянские связи в сфере безопасности не ограничиваются в ДКБ, потому что есть двусторонний договор, есть российская военная база, которая находится не в соответствии с договором о коллективной безопасности Армении. Но если речь идет о том, чтобы разорвать... Ведь когда Армения говорит, что она хочет выйти из ДКБ, дело не в том, что она хочет выйти из ДКБ, дело в том, что она не хочет быть в одном союзе с Белоруссией, Казахстаном, дело в том, что она не хочет быть в одном союзе с Россией. С этой точки зрения выходить из ДКБ, но при этом сохранять соглашение об охране границы и о российской военной базе, но это будет странно. Я думаю, что от всего этого Ереван откажется пакетом. Может быть, не одномоментно, но откажется. А в целом характер армяно-российских отношений, вот как вы можете сейчас прокомментировать, армянская сторона постоянно какие-то недружественные шаги предпринимает, скоро в Армении перестанет действовать карта МИР. Сейчас обсуждается трансляция российских телеканалов, чтобы ее тоже прекратить, ну и ряд других шагов, которые уже были предпринят. В целом, как армяно-российские отношения сейчас, куда они зашли? Они ухудшаются по вине армянской стороны и в силу целенаправленных действий армянской стороны. Зачем это делается, я не понимаю. Я готов признать и принять и согласиться с тем аргументом, что Армении нужны какие-то дополнительные контакты, в том числе и в сфере безопасности, дополнительные партнеры, кроме России. Я это хорошо понимаю. Я не вполне понимаю. Я думаю, что ни один акциональный миссис человек этого не поймет, почему контакты дополнительные ищутся. Почему власти Армении ищут дополнительные контакты, дополнительных партнеров, ссорясь с партнером старым и, вообще-то говоря, испытанным. Я не понимаю, как ссора с Россией может укрепить безопасность Армении. Однако, по-видимому, Армению управляют люди, которые находятся глубоко в плену вот этой постсоветской либеральной идеологии, которая так популярна была во всех странах постсоветского пространства, кстати, не исключая Россию, в 2000-е годы. Когда всем на постсоветском пространстве казалось, что вот-вот их всех позовут и примут в Брюсселе, в ЕС и НАТО, нужно только поссориться с Россией, и после этого все будет хорошо. Уже столько примеров за это время накопилось, что хорошо не становится, но эти примеры людей не убеждают. Значит, вот еще одной стране предстоит понять, чего стоит дружба с Западом, и понять это на собственном неприятном уровне. Мне очень жаль, но кто мы такие, чтобы указывать Армению, что я и делаю. На днях наблюдательная миссия ЕС в Армении получила официальный статус, официальный мандат. Как вы прокомментируете данное событие? Это же виртуальная история совершенно. Это символическое участие ЕС в делах Армении и в армяно-азербайджанских делах. Ну, символическое. И оно нужно для того, чтобы власти Армении могли показать, как они хотят служить с Европейским Союзом. Никого другого смысла в этом нет и быть не может. При этом Ереван, как известно, отказывается от миссии ОДКП, которая была бы в той ситуации, которая есть на армяно-азербайджанской границе, гораздо более действенной, гораздо более результативной. Ну, вот, как вы уже сказали, некоторые страны с 2000-х грезили вступлением в Евросоюз. На сегодняшний день в Армении это тоже обсуждается, активно обсуждается, с тем, чтобы получить статус кандидата в члены ЕС. И со стороны ЕС это тоже приветствуется, такая позиция Армении. Но при этом Армения остается членом ЕАЭС. То есть, возможно ли стать кандидатом члена в Европейский Союз и быть в экономическом союзе с Россией и другими странами евразийского пространства? Ну, я не вижу вариантов, при которых достигнутый уровень экономического взаимодействия Россия-Армения, достигнутый в рамках Евразийского экономического союза, будет сохранен в условиях, когда власти Армении ломают отношения с Россией в политической сфере. Я не понимаю, как это будет сочетаться. Переговоры о кандидатском статусе или переговоры о членстве ЕС Армения может ввести, кто ей здесь может помешать, но понятно, что членство ЕС или любые новые экономические соглашения с ЕС, которые Армения, возможно, захочет заключить, будут противоречить членству Армении в Евразийском союзе с соответствующими последствиями для торговли. То есть, возможно, даже выход Армении из ЕС, вы рассматриваете такую возможность? Я думаю, что произойдет. Если отношения с Россией в политической сфере будут разорваны, а дело идет именно к этому, то я не очень понимаю, как Армения останется в ЕС. И вот хотелось бы спросить по поводу выборов президента в России. после выборов будет ли какие-то изменения в правительстве или ожидается ли какое-то изменение во внешней политике? Ну, изменения во внешней политике я не ожидаю во внешнеполитическом курсе, потому что это президент определяет основные направления внешней и внутренней политики. И президент у нас остался тот же, который был. Значит, мы имеем все основания рассчитывать на преемственность курса. И вот в плане армяно-российских отношений, ухудшения, вот мы то, что наблюдаем, возможно ли при этих властях, чтобы сменился курс, и мы бы наблюдали уже улучшение, потепление, или пока в Армении эти власти мы будем наблюдать только вот такой курс подобный? О, видите, при этих властях мы наблюдали вполне приличные российско-армянские отношения. В 17-19, в честь 20-го года. Мы, в общем, наблюдали вполне благоприятные отношения даже после Второй Карабахской войны. То есть, я бы не сказал, что вот эти власти не могут вести дела с Россией по-другому. Могут. Но вот именно сейчас они этого делать не хотят. По каким-то известным одним им причинам. Мы можем об этих причинах догадываться, но знают, наверное, только они. Что именно они делают, почему и зачем. Так что и потом есть еще одно обстоятельство, на которое, мне кажется, важно обращать внимание. Нет никаких признаков того, что общество в Армении не поддерживает тот курс, который ведут власть. И это касается не только отношений с Россией. И, кроме того, какой бы курс не вели власти Армении, поменять власти Армении могут только избиратели Армении. Никакого другого варианта здесь нет. И даже говорить о чем-то еще посмех. Николай Юрьевич, спасибо большое за интересное интервью. Спасибо и вам. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok